Как замечательно, что мы сегодня с вами снова встретились. Сегодня на уроке мы узнаем такие геометрические фигуры, как круг и треугольник. А еще я вам расскажу одну интересную историю. В математике есть много геометрических фигур, но для начала мы поговорим об одной из них. Это треугольник. Треугольник — это геометрическая фигура, состоящая из трех точек, не лежащих на одной прямой линии и трех соединяющих их отрезков. Если точки не лежат на одной прямой, их можно соединить по очереди и получим треугольник. Если три точки лежат на одной прямой и соединить их, треугольник не получим. Получим прямую линию. Ребята, посмотрите, видите красные? Три точки на каждом треугольнике. Они называются вершинами. Отрезки — это стороны треугольника. Сколько их? Молодцы! Конечно, у каждого треугольника три. Давайте посчитаем вместе на втором треугольнике. Один, два, три. Еще у треугольника есть три угла. Давайте посмотрим. Три стороны, три угла, три вершины. Все это элементы треугольника. Колесо катилось. Вдруг ему навстречу вышел круг. Ты, видать, моя родня, тоже круглый, как и я. Сколько пальцем не веди? Без углов выходим мы. По дороге далеко, нам катиться так легко. Что это за фигура? Правильно, круг. А на что она похожа? Верно, на колесо и на мяч. Ребята, кто хочет в путешествие? Молодцы! Отправляемся! Алтынай родилась в треугольной стране. Она обожала играть в своем треугольном дворе и очень любила свою маму, которая всегда ходила в треугольном зеленом платье, как и сама Алтынай. Алтынай была веселая. Ей нравилось изучать все, что ее окружало. А в треугольной стране ее окружало все треугольное и зеленое. Треугольные зеленые дома, треугольные игрушки, треугольные деревья. В ее стране все-все было зеленым и треугольным. Но однажды во время прогулки Алтынай увидела, что в их треугольную страну закатилась какая-то очень странная нетреугольная вещь. Девочка побежала к этому чудному и необычному предмету и воскликнула. У этой вещи нет ни одного угла. Что же это такое? А это был всего-навсего круг. Большой круг, без углов и сторон. Но Алтынай в своей треугольной стране никогда не видела круга. Вдруг круг взял и покатился. Алтынай побежала за ним. Когда она подняла глаза, увидела, что оказалась в другой стране. В этой стране не было углов. Это была круглая красная страна. Алтынай увидела девочку, которая была на круглой красной площадке и играла круглыми игрушками. Девочки познакомились. Им было странно и интересно, что они были одеты не так, как все в их стране. Девочки решили, что нужно перенести игрушки из треугольной страны в круглую, а из круглой в треугольную. Они стали переносить из одной страны в другую не только игрушки, но и другие предметы. На следующий день, когда проснулись люди, они очень удивились тому, что бывают еще другие предметы, различных цветов, так как за ночь цвета все смешались и появились совершенно новые цвета и предметы. Алтынай смотрела на новую страну и думала о том, какой интересной и красочной стала новая страна и как много возможностей, идей, а главное друзей дарит ей страна без границ. Ребята, вам понравилось наше путешествие? Замечательно! А теперь давайте сделаем аппликацию. Цыпленка из цветной бумаги, из геометрических фигур, которые мы сегодня узнали. Для этого нам понадобится белый лист бумаги, ножницы, простой карандаш, клей, ластик, цветная бумага желтого и оранжевого цветов, стаканчик и линейка. Возьмите, пожалуйста, желтую бумагу и стаканчик. Из желтой бумаги нам нужно сделать два круга. Один большего диаметра, второй меньшего. Ставим стакан, обводим его, переворачиваем другой стороной, ставим и обводим. Получились два ровных круга. Теперь нам нужно сделать треугольник. Для этого ставим три вершины не на одной прямой. Берем линейку, соединяем поочередно все стороны. Если у вас возникли трудности, попросите кого-нибудь из взрослых вам помочь. Дальше ставим еще три точки одного треугольника и три точки второго треугольника примерно одинакового размера. Соединяем, чтобы получилось два примерно одинаковых треугольника. И один нам нужен треугольник, совсем маленький. Это будет хвостик нашего цыпленка. Берем ножницы, ножницами нужно работать аккуратно. Держим ножницы ровно и вырезаем наши геометрические фигуры. Все, ребята, подготовили геометрические фигуры. Аккуратно их ложим. Берем белый лист бумаги, берем самый большой кругляшок, аккуратно намазываем его клеем и приклеиваем чуть ниже середины нашего листка. То же самое делаем со вторым кругляшком. Намазали клеем аккуратно и приклеиваем сверху, чуть с левой стороны. Не совсем наверху, чуть-чуть в стороне. Теперь берем большой треугольник, промазали его клеем. Это будет крылышко нашего цыпленка. Уголочком кверху приклеиваем крылышко. Вот эти маленькие одинаковые треугольники. Это будут лапки. Намазываем клеем. Приклеиваем одну лапку. И вторую лапку. Также мы с вами вырезали хвостик. Промажем его клеем. И приклеим справа нашего большого кругляшочка. Осталось нашему цыпленку сделать клювик. Для этого берем оранжевый листочек бумаги. И с краю отрежем уголок. Чтобы получился маленький треугольник. Промажем его клеем. И приклеим на верхний кругляшок. С левой стороны. Осталось только нарисовать нашему цыпленку глазик. Вот такой цыпленок у меня получился. Ребята, я думаю, у вас тоже получился замечательный цыпленок. На следующее занятие нам понадобятся вот такие маленькие камушки. Белый лист бумаги. Простой карандаш. Ластик. И цветные карандаши. До новых встреч, ребята! Я надеюсь, вы будете ждать нашу новую встречу с нетерпением, как и я. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова